Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и освященник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы приступаем к небольшому, но очень важному циклу. В следующих пяти лекциях мы рассмотрим книгу «Плач Иеремии». Единственный библейский текст, целиком относящийся к древнему ближневосточному жанру плачей. Скорбь по утрате естественным образом изливается в человеке в плачах и рыданиях, но может обретать и более культурно сложные формы. Так уже в пятикнижии мы видим плач сыновей по Иакову и Израилю. Плачи, да, как, например, скорбные элегии, написанные царем Давидом на смерть своего друга Иоаннафана и его отца, первого царя Израиля Саула. Текст этого плача сохранила, кстати, для нас вторая книга царств в своей первой главе. Однако плачи посвящались не только смерти выдающихся личностей, но и в том числе грандиозным бедствиям, каковыми были, например, разрушение городов неприятелям. И здесь, замечу, в один голос с жителями Иерусалима рыдают также, например, и жители Ура, Урука, Непура и многих других городов Востока. Итак, обратимся к горестной песне Израиля. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова. Великий между народами князь над областями сделался данником. Плач посвящен разрушению Иерусалима, святого города народа Израиля. Разрушение, осуществленное войсками Навуходоносора, повлекшее за собою Вавилонский плен, депортацию существенной части израилетян в Месопотамию. В первом же стихе город сравнивается с вдовою, продолжая череду регулярных ветхозаветных метафор, сравнивающих Иерусалим с женщиной. Это, в общем-то, особенность Иврита, рассматривающего все названия городов, как слова в женском роде. Отсюда, в лучшие свои дни, святой город называется пророком-дочерью Сиона, то есть происходящей от Сионского холма, на котором находится, собственно, крепость. Об этом говорит пророк Захария. А вот в день несчастья, оставленную вдовую. Иудейская экзегеза приводит интересную параллель между первым словом данного плача, и словом Бога к Адаму после грехопадения, когда тот скрылся от Творца, узрев свою наготу. Бог спрашивает его, где ты, Аэка, указывая на один и тот же корень этих слов. То есть история отпадения Адама, как бы с завидным постоянством, вновь и вновь проживает с его потомками. Как в свое время пал Адам, лишившись рая, так через многие века пал народ иудей, лишившись обещанного Богом благословения, святой земли, города и храма. Интересно, что позднее иудейское экзегеза в лице Виленского Гаона видит в тексте плача, кроме реакции на конкретные исторические события, также и аллегорию на угасание человека, на его смерть и суть над ним. Здесь город рассматривается как тело, о котором плачет покинувшая его душа. Горько плачет он ночью, и слезы на ланитах его. Нет у него утешителей из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. В третьей и четвертой книгах царств мы видим историю угасания Израиля, разделившегося на два царства. Израильское с центром в Самарии и иудейское с центром в Иерусалиме. Подобную ситуацию приведет потом в пример Христос, говоря, что царство, разделившееся само в себе, опустеет. Действительно, несмотря на сложные политические игры, в которые играли цари этих стран, то объединяясь друг с другом, то идя друг на друга войною, призывая к разрушению братских твердынь соседние языческие народы, все эти затеи пошли прахом, когда возросла мощь страшных империй Востока, Ассирии, а впоследствии и Вавилона. В 722 году Ассирийская империя уничтожила Северное Израильское царство, ассимилировав его население и создав тем самым феномен потерянных колен Израиля. А катастрофа, описываемая в данном плаче пророком, произошла двумя столетиями позже, в 586 году. Одним из важных политических факторов, приведших к столь кровавой расправе над городом, стала здесь надежда Иудеи, бывшей с 597 года вассалом Вавилона на обретение самостоятельности с помощью военного союза с соседями Моавом, Эдомом, Омоном, Тиром и Сидоном и, самое главное, обещавшим поддержку этому начинанию мощным Египтом. Однако этим призрачным надеждам не суждено было сбыться, и в своей беде в итоге Иудея осталась одна, брошенная вчерашними друзьями. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тех самых местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, все ворота его опустили, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Иуда, переселяющийся к язычникам, образ депортируемого в Вавилон еврейского народа. В среде библеистов ведется дискуссия о целостности плача как произведение. И, собственно, некоторые исследователи считают, что первая глава описывает события до непосредственного разрушения города. То есть, период впадения в вассальную зависимость Иерусалима от Вавилона, что произошло около 604 года, и первую попытку сбросить Вавилонское Ермо в 598-597 годах. Тогда, ввиду провала Вавилонского похода на Египет, в Иудее загорелась надежда на освобождение с помощью могущественного фараона Неха II. Но Мухадоносор в ходе карательной экспедиции овладел Иерусалимом. И, как повествует 4-я книга царств, царь Иехония был уведен в плен в Вавилон. А с ним представители администрации, войск, ремесленников, в итоге тысячи людей переселяются в Миспотаме. То есть Иуда в лице лучших своих сынов насильно переселен к язычникам. И хотя трижды в году прежде город и пути к нему становились по слову блаженного Феодорита Кирского подобным многоводным рекам по причине многолюдства паломников, теперь же нет никого идущего по путям Сиона на праздник, так как небезопасно стало передвигаться по разоренной войной в стране. А если же здесь речь идет об окончательном разрушении города, то и вовсе некуда идти в таком случае паломнику. Вавилон разрушил храм, единственный уникальный центр еврейского культа. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. Неоднократно в тексте озвучена мысль о активной роли Бога в этом бедствии. Он не просто уходит от Израиля, не просто расторгает с ним свой договор, но он активно предает его страданиям и казням за его грехи и беззакония. Эту тему мы внимательно рассмотрим в наших следующих лекциях. И отошло от Чересиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажати. Обессиленные они пошли вперед погонщикам. Этот стих, собственно, и описывает ситуацию с уведенным в Месопотамию политическим и религиозным истеблишментом Израиля. Нет больше пажати, то есть поле у князей. Больше не будут они питаться доходами от земли и сел. Те, кто вели народ перед собою, теперь сами покорно идут впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Драгоценности прежних дней сокровища Дома Царского, но еще важнее сокровища Дома Божия, храма. Неоднократно в истории разделенных царств приходилось злосчастным царям Иудеи расплачиваться за свои политические авантюры сокровищами храма, накопленными их отцами. Как, например, сделал Ахаз дарами из Дома Господня, приобретший помощь и политическую лояльность ассирийского царя. Дважды храм грабили вавилоняне при пленении Иехонии в 604 году и вторично при окончательном разрушении города в 586 году при царе Седыкии. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. Это важная деталь, отличающая богословие истории, которое предлагает Ветхий Завет, от аналогичного богословия, например, Месопотамии. Грех — вот первейшая причина бед и несчастья, постигающих как отдельного человека, так и целые страны и города. В похожих плачах о Уре или Ниппуре города разрушаются по воле богов, но чем мотивирована эта воля, тексты не сообщают. Более того, гнев высших божеств Ану и Энлиля иррационален даже для божеств разрушаемых городов, как в случае, например, с Уром, для Нингаль, его покровительницы. Здесь же история развивается в четком русле благословений и проклятий, озвученных в книге второзакония. На Подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Нечистота на Подоле, то есть в образах блудодеяния, в образах оскверненной женщины, пророк описывает Израиль, презревший свою первую любовь, бога Авраама, Исаака и Иакова, и пошедший Иахвы описаны в Завете как отношение супругов, и тяжко оскорблен муж своей прелюбодейной женой. Это сетование Бога озвучивает, например, пророк Языкиль в 16 главе своей книги, где Бог, напомнив в образах ухаживания и брака о всех своих благодеяниях Израилю, указывает, что, цитируем, «Ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить. Хлеб мой, который я давал тебе, ты подставляла перед ними, идолами, в приятное благоволение. Но в безумии своем возлюбленная дочь Яхве делала и еще более страшные вещи. «И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву вснедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь», говорит также пророк Языкиль. Грех идолослужения был усугублен человеческими жертвами, ненавистными Творцу жизни. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят в святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое. Потому дом Бога и оказался в итоге попран язычниками, вывезшими оттуда все ценности, потому что он оказался пуст и заброшен у самого Израиля. Последним, скажем так, всполохом догорающей лампады дома Давидова стал царь Иосия, разрушивший жертвенники иным богам и очистивший храм. Но это терапевтическое вмешательство оказалось уже слишком запоздавшим. Требовались радикальные хирургические действия, которые, нужно заметить, вытравили из народа Израиля любые симпатии к политеизму раз и навсегда. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая настигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Замечу, что основная часть рассматриваемого нами плача представляет собой окростих. Вы можете заметить это, если возьмете в руки, ну, например, не синодальный перевод Библии, а, к примеру, современный русский перевод, изданный российским библейским обществом. Там, в первой, второй, четвертых главах, вы увидите предваряющую каждый стих букву еврейского алфавита. С этой буквы в оригинальном еврейском тексте начинается первое слово данного стиха. перевести окростих без утраты или искажения смысла практически невозможно. Поэтому указания на этот стихотворный прием либо совсем упускают в переводах, как, собственно, в нашем синодальном, либо же оставляют в виде предваряющей каждой стих буквы, указывающей на данный стихотворный прием, на данный стихотворный подход. И текст действительно предстает перед нами во всей многосложностей своих поэтических средств. Так, пророк даст в тексте право голоса не только своему горю, или, например, боль жителей Иерусалима. У него в итоге заговорит и сам святой город, и стены, и даже сами его камни. Свыше послал он огонь на кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ермо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои, Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрания, чтобы истребить юношей моих, как вточили, истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое, дети мои раззарены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление о Якове врагам его окружить его. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Здесь также в плач поверженного неправоты. Ни воля случая, ни стечение звезд или ни неведомая воля Бога сделали с Иерусалимом и его жителями все это. Но только грех их разрушил до основания все, собранное отцами, оставив детям только пыль неволи. Книга Второзакония, о которой мы упоминали в начале главы, описывает следующую ситуацию. Вот прошли 40 лет пустыни. За это время народ рабов вымер и подошедшие к границам Палестине израильтяне были смелым и решительным свободным народом. Для них, родившихся после исхода или бывших в это время совсем не смышленными детьми, перед входом в обетованную землю Моисей вновь повторяет заповеди закона, полученные на Синайской горе. Закон повторяется не просто так. Моисей говорит о тех благословениях и проклятиях, которые получит народ, принимающий на себя и народ, войдя в землю с гор Гевал и Горизин, еще раз слушает эти заповеди и принимает их на себя. Таким образом, вся последующая история Израиля это прямое наследование благословений захождения в свете заповедей или же прямое получение проклятий из-за презрения закона. Признание же своего греха и неправоты в общем-то единственный путь к возвращению в завет, что мы и слышим в данных стихах. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обещалил меня меч, а дома как смерть. Услышали, что я стянаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты сделал это. О, если бы ты поверил наступить дню предреченному тобою, и они стали бы подобными мне, да предстанет перед лицо твое вся злоба их. И поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжкие стоны мои, и сердце мое изнемогает. В последних стихах мы слышим практически плачевные псалмы Давида. Но если там, притесняемый Саулом и его приспешниками молодой помазанник, говорит о своей невиновности, потому и собственно смело призывает кары Божьей на головы врагов, то здесь погрязший в грехе народ Бога взывает лишь к справедливости, чтобы иные народы не насмехались над ним свысока, а оказались все вместе перед лицом нелицеприятного для всех в этой ситуации и для Израиля и для народов явно не обещал бы ничего хорошего.